портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник украинский политолог вадим карасев вадим я вас приветствую приветствую всех зрителей израиля спасибо мы с вами не раз говорили о противоречиях которые порой возникают между целями скажем так объединенного запада и и украины в отношении того что такое победа и как не ее приближать но вот до сих пор вопросы эти были обсуждения были абстрактными а теперь по моему они наполняются конкретикой вот бильт пишет и не только это есть и другие газеты которые реально высказывают такое мнение но я взял просто для примера бит он пишет что в шаре германии утверждают что украины есть время до осени чтобы отвоевать оккупированные территории если же этого сделать не удастся или удастся но частично то давление на киев относительно начала переговоров с россией усилят есть и другие еще раз говорю цитаты из других сми со ссылками на конкретные источники на ваш взгляд это что речь идет уже практически об ультиматуме или нет нет пока в ультиматуме речь не идет просто речь идет о разных сценариях и возможных сценариях или более реалистичном сценарии кстати говоря сегодня такое знаковое было было знаковая колонка вашингтон пост известного политолога и обозревателя cnn фарида закария но это политолог такого мирового крупного калибра где он тоже скажем так выступает за то что победы не будет ни одной из сторон что придется как-то войну останавливать через замораживание военных действий боевых и начинать договариваться и более того вопрос крыма и части донбасса он рассматривает как спорные территории которые решили о статусе которых можно перенести на будущее но в общем это когда вступает в бой медийный бой так информационный бой аналитический бой вот фигуры такого политологического калибра извините согласитесь это достаточно серьезные изменения абсолютно по сравнению с тем что было полгода назад или даже да да конечно да поэтому если есть ультиматум то он такой негласные и скажем не публичные но он под в другой плоскости если украина рассчитывает на победу полное поражение россии и деоккупацию освобождение крыма всей территории донбасс это должно быть успешное весеннее наступление успешное военное наступление украины вот течение ближайших там двух трех месяцев хотя вот нью-йорк там сегодня пишут что есть сложности с со сбором танков леопард не хватает даже на два танковых батальона оказалось не все так просто вот это первое и во вторых если же не получится вот таким скажем ударным наступлением решить военно-политические задачи на которых настаивает украинское военное высшее военно политическое руководство то тогда запад может ну скажем так уменьшить уровень поддержки тем более для этого есть и объективные реальные основания вот я сошлюсь опять-таки на new york times по танкам леопард если финансовые экономические скажем ограничение лимиты вот так потому что ну наверное страны запада если взять в целом не готовы наверное вести или в таком объеме помогать украине финансово экономически военно-технически в течение нескольких лет поэтому украине надо будет готовиться по крайней мере иметь в качестве плана б сценария запасного который сегодня запасное завтра может стать и скажем главным сценарием готовиться вот к такого рода остановки войны или заморозки конфликта или прекращение огня перемирия и тому подобное скажите пожалуйста не не складывается ли ситуация если верить во первых всем этим утечкам и такой позиции запада что она существует что украину вольно или невольно подталкивают крупному военному наступлению и и украина его начнет даже может быть не будучи готова к этому а только исходя из вот этих политических установок скажем так ну я думаю здесь вот такие нервы крепкие у украинского военного руководства для того чтобы внешнеполитические стимулы так вот делать их приоритет перед военно-оперативными и военно-стратегическими задачами иначе это ждет только россия для того чтобы на контрударе на игре от обороны и затем перейти в наступление нанося военные потери украинским войскам и завоевывая не дай бог еще территории поэтому наступление должно быть подготовлено поэтому кстати наверное и речь идет вот почему речь идет об осени потому что наверное весна-лето вот на это дается скажем так такой срок но принципе скажем украину ставят перед выбором если вы хотите чтобы запад и дальше поддерживал украину значит должно быть успешное военное наступление а затем уже переговоры но с лучших по крайней мере и целом с позицией превосходства из позиции силы украины так что потому что я так понимаю войну на двадцать четвертый год на двадцать пятый год никто переводить пока не собирается выборы кстати говоря с осени уже выборы в америке начнутся праймерис предварительные так и выбор в украине никто не отменял ну и наверное все таки постепенно постепенно америка будет переориентироваться на тихоокеанский театр военных действий к этому мы еще вернемся к тихоокеанскому театру а по поводу возможного замораживания войны переговоров и поиска каких-то мирных планов решения этой закончания этой войны а как такое возможно вот только что была годовщина со дня вторжения владимир зеленский давал большую пресс-конференцию ему не раз задавали в разных форматах вопрос об этом о переговорах о возможном прекращении войны о достижении каких-то дипломатических результатов и он совершенно жестко и четко каждый раз объяснял и суть этих объяснений сводилась к одному это невозможно и как же после этого можно будет договариваться он пока он и должен говорить для того чтобы вселять уверенность в западных партнеров украины в том что победа возможно военная победа над россией в виде освобождения всех территорий украины вот российской аннексии агрессии она возможна иначе если не будет такого скажем так оптимизма внутри украины внутри украинского политического руководства понятно его не будет и среди западных партнеров украины поэтому это первое во вторых действительно для него скажем замораживание конфликта лично для зеленского но это очень сложный с политической точки зрения внутри политической точки зрения решение и вопрос потому что получится что он ну скажем так, единственный или первый президент, во время каденции которого Украина потеряла несколько территорий. Или, ну, если посчитать все, там, с Крымом 17, ну, Крым минусуем, потому что при Порошенко Минские соглашения предполагали возвращение так называемых ДНР и ЛНР в состав Украины. И по Минским соглашениям Россия признавала территориальную целостность Украины, ну, за исключением Крыма. Крым был потерян в условиях чрезвычайных, когда обвалился политический режим, и государство фактически было в руинах, силовые структуры, армия, не было полноценного президента, был ИО, осполняющего президента, глава Верховной Рады Турчинов. Ну, американская позиция сыграла там роль, роль Обамы сыграла свою роль, поэтому там есть, как бы, ну, обстоятельства смягчающие. А вот Зеленскому, если он сейчас пойдет, без того, чтобы попробовать победить Россию на поле боя, пойдет на подобного рода соглашение, его будут здесь критиковать, в том числе и Порошенко, в том числе и все политические оппоненты, конкуренты за то, что именно при нем, при нем, несмотря на то, что Путину не удалось год назад захватить Киев, захватить всю территорию Украины, но, тем не менее, при Зеленском Украина потеряла, реально потеряла еще большой кусок территории Херсонской, часть Херсонской, Запорожской области, продолжаются бои на Донбассе и там потихоньку все-таки российские войска продвигаются. Наверное, Бахмут скоро будет, скажем так, оставлен. Вот это ему могут не простить. И, конечно же, начнутся воспоминания годичной давности, как Зеленский, ну, будут обвинять в том, что он не подготовил страну к боям, к войне, будут вспоминать его заявления, что нечего беспокоиться, а в мае будем кушать шашлыки, в мае 22-го года. Вот с точки зрения внутриполитической, знаете, военная, может, Украина уже победила. Это проблема, что такое победа, что такое поражение, не допустил захвата Киева и всей Украины год назад. Но с политической, внутриполитической точки зрения, это еще не означает победу Зеленского, как президента, его электоральную, внутриполитическую победу. И, конечно же, это серьезный вопрос. Я видел эти результаты недавнего вопроса, где там цифры зашкаливают, 95% считают, что победа важна. Мы в прошлый раз с вами говорили на эту тему. Хорошо, поговорим о Китае. Китай сегодня стал, как бы, ну, не вмешался в эту войну, но, в общем-то, показал свое мнение начальное по этому поводу. Известный его меморандум из 12 пунктов. Спорный, его по-разному комментируют, по-разному к нему относятся. Вы сейчас тоже мне скажете, как вы к нему относитесь. Но суть вопроса моего в следующем. Сейчас говорят о том, что возможна встреча в самое ближайшее время двух президентов Америки и Китая. И, как предположение, говорят, что именно там будет решаться то, как поступит в дальнейшем Китай и не обменяет ли он Тайвань на Украину, условно говоря? Ну, Китай на Украину не поменяет, потому что тогда Китай лишится военного, политического и военно-стратегического сотрудничества с Российской Федерацией. А что в обмен на этот размен что-то, скажем так, сделает легче для Китая с точки зрения Японии, Южной Кореи и всего Тихоокеанского региона? Что Пайнден откажется от этой коалиции, о которой он заявил в Киеве неделю назад, что мы сегодня формируем большую коалицию от Атлантического до Тихого океана? Это просто сдвинет сроки. Так хорошо. Конечно, Китай может подготовиться. Возвращаясь все-таки к Украине, извините, что перебил. Да-да-да. Конкретно, на ваш взгляд, Китай ограничится вот этими мирными принципами, которые он изложил, которые можно сформулировать в целом, ребята, давайте жить дружно, давайте вот мир и все, и все, и все. Или же будет все-таки помогать вооруженно России? Пока не будет вооруженно помогать России, существенно, по крайней мере, в этом и задача. Сейчас у него на Штатах Америки и к союзникам. Сдержать военную помощь Китаю. Не более того. Теперь, что касается мирного плана Китая. Ну, Китай мировая держава. Не могла оставаться в стороне. Поэтому предложили. До сих пор оставалась. Правильно. А потому что война разрастается. А потому что год прошел войны. И дальше вопрос. А 23-й год это будет годом войны или годом мира? Поэтому. Этот план, конечно, с технологической точки зрения, так, дипломатической, технологической точки зрения. Понятно, что он сырой, слабый и так далее. Но вопрос в другом. Сейчас что станет главным в мировой политике? Повестка войны в Украине с риском превращения в Третью мировую войну. Либо мирная повестка. Военная повестка, либо мирная повестка. С тем, чтобы снизить риски и вообще возможность наступления Третьей мировой войны. И вот видите, Китай, вот это главное. Что он забросил мирную повестку. А до этого и Лула, президент Бразилии, забросил эту повестку. И страны так называемого Незапада тоже эту повестку поддерживают. Перехода от военной повестки к мирной повестке. И это сказывается в том числе на внутризападном общественном мнении, экспертном мнении, о чем мы говорили. Не случайно, что появляются публикации или утечки Бильды, Вашингтон-Пост, Фаридом Закариев, Нью-Йорк Таймс и так далее. Вот в этом главное, что Китай начинает уже демонстрировать свою роль как мировой державы. Второе, как мирной державы, настроенной на мир. И ограничение возможностей или снижение риска Третьей мировой войны на фоне Запада, который как бы еще продолжает жить. Америка и западная коалиция продолжают жить в военной повестке. Но и постепенно-постепенно ситуация идет к тому, чтобы военная повестка 22-го года трансформировалась в мирную повестку. А вот отсюда уже разные формы будут. Перемирия, мирных планов. Ну, Папа Франциск тоже вчера высказался так о мирном плане. Но вот пошла такая Саудовская Аравия. Вот пошла такая как бы серия со стороны или, ну, скажем, таких ключевых мировых институций, как там католическая церковь, либо стран Востока, так, Ближнего Востока, в целом, Восточной Азии, с переводом повестки войны, поскольку война в Украине может трансформироваться в большую мировую войну. И в том числе и с ядерным фактором. Так, ну, путинское выступление у нас, мы не успеем сегодня проанализировать, но оно тоже об этом было, когда он заявил о приостановке участия России в СНВ-3. Поэтому вот в чем значение вот этого мирного плана Китая, как мировой державы, претендующей на моральное и миротворческое лидерство в современном мире. Ему война не надо. Тайвань и так, де юре, скажем так, в рамках формулы «один Китай», так, скажем так, выгодно для Китая. Китай же, Тайвань же находится с точки зрения международного права, это территория Китая. Так, что касается Украины и России, вот, продемонстрировать то, что сегодня можно прекратить огонь, начинать, скажем так, переговоры и так далее. Другое дело, что, конечно, Америка не могла с этим согласиться, потому что как бы миротворческую, вот эту мирную повестку перехватил Китай. Ну как можно соглашаться? Это значит уступить моральное лидерство, по крайней мере, моральное лидерство Китаю. А во-вторых, Украина отказалась, потому что начало переговоров без предварительных условий означает, что мы должны, де-факто, начинать с потери территорий, которые сегодня оккупированы и аннексированы Российской Федерацией. Это не подходит Украине, тем более расчет на военную победу, на то, чтобы выиграть полностью все, идти ва-банк и сорвать джекпот. И военный, и внутриполитический, электоральный для Зеленского. Вот же это главная его, скажем так, идея, его установка. Ну и в-третьих, все-таки Запад и США, и Запад дают Украине еще один шанс на то, чтобы достичь военной, большой военной победы. Но если этот шанс не будет реализован, тогда будут сближаться позиции США Запада и позиции Китая по войне в Украине. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот это вот китайско-американское соревнование, о котором вы упомянули, оно на руку Украине? Ну, на данном случае, в данном случае, на данном этапе, когда есть вера, я бы даже сказал вера, так, не просто, скажем, расчеты, а вера в большую и окончательную победу над Россией с освобождением всех территорий не на руку. Это как бы мешает. Это мешает, в том числе, и в борьбе за общественное мнение, общественное мнение, внимание стран не Запада, где позиции, скажем так, России достаточно сильны, несмотря на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Потому что ни страны Латинской Америки, ни Ближнего Востока, ни Восточной Азии, они не втянут напрямую в этот конфликт. Ни на стороне России, ни на стороне Украины. Ну, вы сами знаете, как вот ситуация с Израилем, как она вот годы же продолжается, так, вот, относительно войны в Украине. Вот поэтому, конечно, на данном этапе это невыгодно. Но, а может, в случае-то так, давайте все-таки не исключать такую возможность, что когда понадобятся, скажем так, более объективные какие-то арбитры, так, то, может быть, роль Китая тут будет и не лишней, учитывая то, что все-таки, скажем так, я бы не сказал, что Китай занимает пророссийскую позицию. Его позиция доброжелательного или благожелательного дружества, нейтралитета. Но нейтралитет тут главное. Существительный нейтралитет. А дружественный там, благоприятствующий или какой угодно, это все-таки прилагательное. Так что сейчас эта позиция, конечно, не к месту. Не к месту. Китайская позиция. Поэтому и Зеленский, и Украина не приняла вот этот план. Причем Зеленский высказался очень осторожно. А вот его ближайшее окружение разгромило этот план. Его ближайшие, скажем так, советники и ближайшие политические координаторы с офиса президента, они разгромили этот план, фактически отказавшись. Но Украина понимает, что роль Китая достаточно серьезная, ее нельзя игнорировать. Не случайно Зеленский на пресс-конференции говорил о том, что он готов встретиться с Едзипином. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. До свидания. Спасибо, Михаил.